Доброго утра! Приветствую всех, кто сейчас в прямом эфире, слушает Большой радио 106,9 FM. У микрофона Анна Будовская. За пультом звукорежиссёра Роман Мурачёв обеспечивает эфир, и мы сегодня будем говорить об искусстве, о культуре, о театре. И я с удовольствием ещё раз представляю гостей сегодня в студии программы «Точка зрения». У нас в гостях директор выставочного зала города Мурманска Дмитрий Пастер. Доброго! Доброе утро! Приветствую вас! И Капитолина Антоновна Кокшенёва у нас в гостях, кандидат искусствоведения, доктор филологических наук. Здравствуйте! Доброе утро! Я приветствую вас в Мурманске, но теперь уже гостем не программы «Студия транзита», а буквально в районе где-то примерно год тому назад, около того, мы встречались, но вы были таким у нас транзитным гостем. А сейчас вы к нам приехали в рамках регионального этапа Международного фестиваля «Арктическая сцена», о котором мы сегодня тоже поговорим. Спасибо! Да, с удовольствием! Спасибо! Ну, начать предлагаю с всё-таки такого общего вопроса, связанного с тем, что в выставочного зала города Мурманск, у прекрасного пространства выставочного, сменился директор. А точнее, в начале апреля, Дмитрий, вы непосредственно заняли место директора в выставочном зале. Ну и с новым директором, как правило, и работа строится по-новому. Есть такая пословица, да, новая метла по-новому метёт, уж если говорить простым, но мудрым таким, да, народным языком. Вот у вас наверняка, конечно же, есть концепция развития выставочного зала. А если вот так, в общем, обзорно, понятно, что вопрос такой, может быть, объёмный, но вот как вы видите, какие основные направления развития выставочного зала, этого пространства вы подхватили, может быть, что-то бы поменяли? Ну, начну с того, что у нас называется выставочный зал, и кажется, что это одно пространство. На самом деле у нас их три. На Октябрьское, 22, на Челюскинцев, 27. Огромное пространство, там, 300 квадратных метров, о котором многие жители нашего города ещё пока не знают, потому что оно новое, не так давно мы его открыли. И третье пространство у нас находится в гостинице «Азимут» на втором этаже. Гости нашего города и мурманчане, те, которые приезжают и либо заходят в гостиницу, они, конечно, могут познакомиться с творчеством наших мурманских художников. Основной задачей выставочного зала, в общем-то, стоит популяризация творчества именно непрофессиональных художников города Мурманской области, а также мастеров прикладного искусства. И с этим, в общем-то, успешно справляется выставочный зал. Мы бесплатно предоставляем площадки, к нам обращается огромное количество людей, которые приносят нам свои картины, и не только. Вот вчера мне принесли очень интересные броши, сделанные из бисера. Очень-очень такая кропотливая, мелкая работа. У нас только где-то пару недель назад у нас закончилась выставка «Картины из тополиного пуха». Очень интересная выставка. На самом деле пространства много, у нас планов огромное количество. Я как новый директор, вы знаете, Анна, что я пришел, в общем-то, из бизнеса, очень долго управлял арт-департаментом ресторанного синдиката. И, конечно, у меня немножко другой взгляд на построение работы. Это будет шоковая терапия? Ну нет, ну люди везде работают глубоко профессионально. И я столкнулся с очень интересным профессиональным коллективом, которые много лет работают там, мои коллеги. Они глубоко погружены в историю художников города Мурманска и прикладного искусства. И я просто хотел бы поделиться с ними больше своим опытом. Потому что вы же знаете, что в коммерческих структурах выстраиваются немного другие алгоритмы построения вообще процессов и работы. Поэтому я думаю, что они поделятся со мной знаниями, я поделюсь с ними знаниями. Мало того, я сейчас учусь в финансово-экономическом институте «Синергия» в городе Москве на кафедре управленческой. Так что я некоторые технологии своего обучения попытаюсь внедрить в свой коллектив. Ну, то есть реклама, маркетинг, продвижение. Именно это составляющее. Популяризация, позиционирование на рынке. И такие всякие модные слова, которые не слышали некоторые мои коллеги. Я буду делиться. И спасибо большое, конечно же, комитету по культуре и главе города, и Людмиле Михайловне, которые оказали мне такое доверие и пригласили на эту работу. Я думаю, что я буду стараться их не подвести. Вообще планов огромное количество. Потому что мы хотели бы развивать именно, чтобы к нам приезжали из других городов. И ставки сейчас их не так много. Также у нас есть города-побратимы, Минск, Алания. Ну, перспектив не на одну передачу. Парнерские отношения. Конечно, конечно, конечно. И в том числе и международные проекты туда на будущее. И не только международные, и внутрироссийские, конечно. Внутрироссийские. Очень много планов. Ну что же, у вас прекрасный коллектив. Я так понимаю, что вот эта созидательная история, связанная с искусством, с художниками, с различными другими видами искусства, которое уже, так скажем, многолетнее, да, с местом нахоженным, с местом, у которых есть свое, да, такое вот энергетическое зерно и притяжение. Конечно, Октябрьское, 22, достаточно известное место в городе. И мне хотелось бы, у меня вообще очень большая такая вот идея, чайния мои, я хотел бы сделать там в будущем, где-нибудь, когда-нибудь, не знаю, как этот проект сделать, сейчас ищу партнеров, чтобы сделать там вот именно такую творческую гостиную, где могли бы собираться не только художники, но и поэты, артисты, музыканты. У нас, мы очень плотно сотрудничаем с музыкальным колледжем, у нас постоянно проходят там концерты. Вот. И я вот, как артист тоже, у меня есть планы выгуливать какие-то... Артистическую составляющую свою, да? Периодически все-таки, да, позволять себе быть на сцене. У нас рядом магазин, который называется «Онегин», и мы уже с ним поговорили. 225 лет Пушкину. Назвать гостиную Татьяна и соединиться с «Онегиной». Да, вот, вот. Было такое. Тем более у меня в репертуаре есть граф Нулин, и я вот, у меня есть планы, как мы всем говорили, «Надо графа Нулина выгулить». Ну что же, интересно. Интересная история нас ждет с развитием выставочного зала, нескольких пространств, как мы теперь понимаем. У нас вот не каждый, мне кажется, город может похвастаться тем, что вот есть несколько площадок и такого масштаба. А дальше внимание бесплатно мы предоставляем эти площадки. Да, безвозмездно. Ну, вы соединяете в себе не только пост директора выставочного зала, вы также являетесь членом правления Союза театральных деятелей, и театральная составляющая, несмотря на то, что вы сейчас занимаетесь, может быть, в первую очередь как раз развитием именно выставочного зала, театральная составляющая от вас никуда не ушла, как я понимаю, и не уйдет, потому что в театре вы не одно десятилетие. И, соответственно, сегодня одна из наших основных тем эфира – это, конечно же, наш замечательный заполярный, самый, наверное, северный, один из самых северных фестивалей «Арктическая сцена», к которому Союз театральных деятелей имеет непосредственное отношение, потому что он один из соучредителей, Союз театральных деятелей Мурманской региональной отделения, один из соучредителей этого фестиваля. Насколько я знаю, с 11 по 26 мая, вот как раз еще-еще пока есть несколько дней, продолжается второй этап, региональный этап второго фестиваля. Да. Да, правильно я выразилась? Ну, да. Вы знаете, Союз театральных деятелей – это общественная организация, и у нас нет денег, поэтому у нас идет… Спасибо большое Министерству культуры Орге Геннадьевне Обуховой, которая оказывает нам огромную поддержку… В реализации. В реализации наших не только проектов творческих, но вы же знаете, Анна, что мы делаем сейчас ремонт в нашем помещении. Мы уже отремонтировали зал… В доме актеров. В доме актеров. В отремонтировали зал. Сейчас при поддержке Министерства культуры мы ремонтируем входную группу – гардероб, туалеты и прихожую, так что у меня есть возможность поблагодарить. Министерство есть поддержка большая. Конечно, огромная поддержка. Мало того, когда мы с председателем Союз театральных деятелей Еленой Ивановной Крыжиной придумали вообще эту концепцию архитического фестиваля, который, напоминаю вам, что 10 лет в Мурманске не проводил театральный фестиваль. Да, была пауза, большая пауза после «Полярной звезды». И мы, когда пришли к Ольге Геннадьевне Обуховой с этой идеей, с горящими глазами, со стратегией, с этим названием, вот логотип придумали, бренд, бук, вот такое красивое слово скажу. Нас поддержало Министерство культуры и правительство Мурманской области, конечно же, за что им огромное спасибо. Да, и благодаря в том числе и поддержке, конечно, нашего правительства, у нас в гостях есть возможность общаться и учиться. Я действительно в свое время, когда посещала ваши разборы, Капитальна Антоновна, ваши именно разборы спектаклей первого фестиваля «Арктическая сцена», и не только я, и многие артисты, наши коллеги по цеху. Мы действительно учились, учились, вот это такие мастер-классы вместе с вашими профессиональными обязанностями жюрить, да, оценивать. Вот вы сейчас отсматриваете, продолжаете работать в рамках регионального этапа. 26 мая он будет завершен, и не сам фестиваль, сам фестиваль продолжит еще дальнейшую свою историю. Это только начало. Это только начало, да. Вот расскажите, у вас есть возможность немножко сравнить, как-то, может быть, понять, как, в какую сторону вот мы движемся. Наш фестиваль «Арктическая сцена», который был первым, теперь вот у нас уже второй год. Как у вас ощущения? Поделитесь впечатлениями. Ну, во-первых, я хочу сказать, что я просто рада быть в Мурманске. И встреча с городом началась в Москве в этом году, потому что я посмотрела фильм «Туман». Меня пригласили на премьеру Натальи Гугуевой, да? Да, она тоже была у нас в студии. Это, конечно, такое великолепное произведение. Я считаю, что это такая русская северная античность по своему духу, этот фильм. Мы на обсуждение это говорили. И, конечно, вот московская премьера была очень роскошной этого фильма. Я думаю, что это то, чем может Мурманск... Мурманск, я думаю, может себе это присвоить, потому что это, конечно, очень такой момент серьезный. Серьезный фильм, и там есть о чем поговорить. Потом я хотела бы такой мостик проложить. Смотрите, Дмитрий сейчас возглавил музейное пространство. Мы с ним потом, наверное, отдельно поговорим, потому что сегодня театр в музейном пространстве – это огромная, интереснейшая тема. Я об этом писала, я в этом участвовала в ряде проектов, когда именно театр создается в музейном пространстве. Потому что театр может быть сегодня везде. И это очень здорово, потому что сама по себе форма театра очень особенная. Она в чем-то напоминает форму жизни, да? Мы общаемся, и есть две стороны – воспринимающий и передающий. Что касается фестиваля. Я уже говорила в прошлом году, наверное, об этом. Конечно, наличие в городе, в принципе, фестивального пространства – это свидетельство, во-первых, определенной культурной воли. Воли к развитию. Это уже само по себе важно. Ну, сегодня, в общем-то, каждый, мне кажется, уважающий себя город имеет театральный фестиваль. То есть, что такое театральный фестиваль? И вот первый этап – это уже показалось. Сейчас я только вхожу в это пространство, в этот раз, во втором фестивале. Значит, во-первых, я бы отметила высокую культуру прошлого фестиваля, вот, как сказал Дмитрий, бренд-бук фестиваля. Да, вот передо мной, смотрите, любимая моя книжица. Волокно. Волокно. Да, я была на очень многих фестивалях, но почему-то вот это, вот и формат, и все остальное, не говоря о том, как это было вообще все очень красиво. И цветовая гамма, то есть, понимаете, конечно, вот такая вот культура презентации фестиваля, на мой взгляд, тоже очень важна. Потом, фестивальное движение может быть, конечно, очень разное, имеет внутри себя там тенденции и так далее. Мне очень нравится, что здесь охватывается ваше фестивальное пространство Мурманское, охватывает и любительские театры. Вот в этом моменте некоторые видят и противоречия, и выделяют плюсы, кто-то видит в этом минусы. Вот вы отмечаете именно как позитивную составляющую. Я считаю, что это важно, да. Во-первых, мне очень нравится вообще название любительский театр. Они любят театр. Они в этом смысле более бескорыстны, чем мы профессионалы, понимаете? Они любят. Я два года назад совершила большое путешествие по Сибири и была, вы знаете где, на родине вампилов, в Кутулике. Там впервые провели большой фестиваль любительских театров. Именно все коллективы, которые там были, 12, по-моему, или 14, я посмотрела, они все показывали вампилова. Во-первых, сам Кутулик производит впечатление какое-то фантастическое. Вот у меня вампилов вообще стал другим после посещения его родины, понимаете? А вот это действительно вот все места из пьесты вот просто вживую, как ходишь по этому Кутулику, как живой декорацией театральной. И тут еще кругом люди, которые любят вампилова, его играются в страсти. И, знаете, я с большим удовольствием посмотрела этот фестиваль. Я считаю, что фестиваль школьных театров, фестиваль любительских театров очень важен. И мне кажется, что нужно говорить именно о большом фестивальном пространстве, в котором есть определенное взаимодействие между профессионалами и любителями. И я считаю, что любителям часто, в концептуальном даже смысле, есть что дать профессионалам, которые, может быть, в каком-то смысле бывают более заштампованы в своих подходах. Да, то есть вот, так сказать, ну, понимаете, я сама по себе такой человек, что, как бы сказать, вот такой плодородный культурный слой нужно наращивать всю жизнь и очищаться от определенных вещей. Понимаете, когда все идут дружно в одну сторону и садятся на одну сторону лодки, мне всегда хочется перейти на другую сторону культурной лодки, чтобы она не утонула. И поэтому в этом смысле следующий момент для фестиваля очень важный, мне кажется. Что фестиваль зачем в городе? Во-первых, сама публика, которая не имеет возможности видеть спектакли в других городах и так далее, она получает возможность видеть лучшее, как я понимаю. Ну, по крайней мере, такая установка. Конечно, есть фестивали, которые случайно собираются. Ты мне, я тебе, да, ты меня пригласил, я тебе. Это все видно, это все потом, в конце концов, обрушивается. Я просто очень давно участвую в разных фестивалях, служу за фестивальным движением. Конечно, фестиваль может передавать, переживать и подъем, и кризис. Главное – это осознавать. Вы сейчас находитесь в состоянии, мне кажется, определения какой-то стратегии здесь. Вот вы говорите разные мнения по поводу включать любителей или нет, как это оценивать. Да вы знаете, ну, оценивать нужно всегда. Главный критерий – это, конечно, художественное качество. Художественное качество – это не значит, что не должно быть никаких идей, не должно быть идеологии, не должно быть поиска. Все это должно быть. Но вопрос всегда – с какой точки зрения мы начинаем на это смотреть. Поэтому я думаю, что вы, конечно, находитесь сейчас в состоянии вот такого поиска, определения своего формата. И это нормально. И это нормально. Вообще, я считаю, что определенные культурные конфликты, которые существуют у нас в пространстве театральном, – это тоже нормально. Вопрос – как мы этим распоряжаемся? Является ли у нас ситуация какого-то конфликта точкой роста или точкой каких-то личных неудовольствий и амбиций? Вот я считаю, что, наверное, ваше мудрое руководство культурой города и области, и, наверное, это тоже понимает, что культура, которая вся такая ровная, в которой ничего не происходит, и всё так тишь да гладь, я считаю, что это не лучшая ситуация. Понимаете? Не лучшая ситуация. Поэтому я думаю, что, конечно, за эти годы произошли определенные смены. Другой главный режиссёр в драматическом театре – это важно, да? Другой директор в драматическом театре. Драматический театр – тот базовый театр, на основании которого формируются фестивальные программы и фестивальные концепции. Поэтому, конечно, это всё важно, и никакие выводы я сделать пока не могу, потому что я далеко не всё посмотрела. Но в любом случае я просто вижу, что это очень нужно. Дальше. Что мне кажется очень важным – важна всё-таки критическая составляющая любого фестиваля. Вот вы говорили, да, мастер-класс, да. Вы знаете, критика – это ведь не нечто такое, что пришёл и вот, так сказать, всё разметал и сказал, как всё плохо. Совсем не в этом дело. Критика должна быть, первое, понимающей. То есть ты исходишь в своих оценках, понимая, какая режиссура перед тобой, какой тип театра перед тобой. И, конечно, Чехов, например, в Театре Северного флота и Чехов там в Театре кукол, безусловно, я как критик буду исходить из разных параметров. При этом Чехов там и там, но понятно, что он может быть интерпретирован разными сценическими художественными средствами, потому что Театр кукол, может быть, иногда и обладает чем-то, чем не обладает большой… Магия, да. Да, магия Театра кукол, ему больше возможностей даже художественных бывает в раскрытии той же классики. Поэтому, конечно, мне хотелось бы, чтобы фестиваль жил и развивался. А критика как раз – это источник развития фестиваля, драйвер развития фестиваля. И разговор, так сказать, такой продуктивный в культуре, мне кажется, что критика тут очень важна. И я в этом смысле, конечно, сейчас немного страдаю, что я тут одна, потому что мне хотелось, чтобы было критическое сообщество. Потому что и для критика любой фестиваль – это определенный профессиональный урок. Понимаете? Поэтому мне очень важно будет посмотреть и поразмышлять о спектаклях совершенно разных. Одно дело – драма, другое – куклы. И очень, не знаю, я еще не была в Театре Северного флота, не знаю, что там изменилось, потому что, конечно, материальная база этого театра в прошлый раз как-то прямо сразила. Понимаете? Просто это какой-то просто… В негативном ключе. Ужасно, да. Вы знаете, ну как-то такая бедность. Ну, как Достоевский говорил, что… Да, Островский говорит, бедность не порог, да? Ну, а Достоевский говорил, что нищета – это может быть уже и чрезмерно для человека. Поэтому такая вот нищета материальная меня прямо… Расстраивает в отношении театрного искусства. Очень огорчает, потому что театр армии мог бы сегодня существовать, наверное, в каком-то другом, более достойном измерении. Вот буквально еще есть немного времени. Очень хочется обсудить. Мы вот как раз затонули тему классики, и вы привели в пример Чехова. Если открытие Великого Чехова. Не менее Великий Островский очень сейчас ярко представлен на втором нашем арктическом фестивале в региональном этапе. Более того, он есть и в Театре Северного флота, и в Драматическом театре. И классики достаточно активно возвращаются. Время от времени ее ставят, переставляют. И вот сегодня, кстати, литература ЕГЭ. Знаешь, я как артист, я обожаю играть в классику. Вот я хочу спросить вас. Вот если мы обращаемся к классике, понятно, что время меняется, мир меняется. И публика, современный вот этот человек, да? И подросток в том числе, и школьник, на которого в том числе тоже ориентирован старшеклассник и театр, да? Вот какими формами сейчас надо говорить с этим современным человеком, чтобы она оставалась интересной, актуальной, эта классика? Ну, во-первых, конечно. Классика на то и вечное, что в ней заложен такой творческий, смысловой и художественный потенциал, что мы, вот, так сказать, наследники и этим наследством совершенно бесплатно пользуемся уже 200 лет, начиная там с XVIII века. Ну, XVIII век мало стоит, к сожалению, да? Ну, XIX. Да, XIX наш век, золотой век русской культуры, он на то и золотой, во-первых, чтобы не повторяться. Да, больше золотого века у нас не будет, поэтому давайте вот как-то это беречь. Конечно, естественно, что режиссёр, который живёт в XXI веке, должен просто, мне кажется, нормально задавать вопрос, зачем в 2023 году или 2024 я ставлю Островского. Какая, так сказать, у меня сверхзадача? Как я буду смыслы вечные соотносить с нём сегодняшним? Вот. Тут, возможно, разные стратегии. У нас с начала века была стратегия борьба современников с классиками. Да. Современники с классиками очень сильно боролись, 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 модернизировали, советизировали, да? Советский контекст классики передавался и так далее. Вот. Ну, кончилось, конечно, тем, чем и должно было кончиться. Современники поборолись, поборолись и оказались где-то иные далече, а иные в ауте. А классики, как были на своих местах, так и остались. Поэтому, конечно, то, что сейчас я и «Волки и овцы» смотрела, есть о чём поговорить, безусловно. Поэтому вопрос о том, какая, собственно говоря, уже творческий потенциал самого коллектива, который ставит классику. Безусловно, классика может играться не в костюмах, не в каких-то вот сугубо бытовых павильонах. Сейчас так уже не ставят, сейчас так не носят. Сейчас вот как бы идеальная интерпретация классики – это «Война и мир» Римаса Туменаса в театре в Ахтанговском. Я, кстати говоря, на прошлом фестивале читала лекцию специальную о «Войне и мире» Туменаса. Туменаса, вот, «Царствие ему небесное», мы знаем, что вот он умер. Это человек, который много сделал для русского театра, я считаю. Очень. И несмотря на какие-то срывы другого политического характера, тем не менее и до самой смерти он планировал ставить в «Войне и мире» именно русскую классику. Потому что русская классика, мне кажется, его держала на плаву как художника. Поэтому я думаю, что это очень важно, чтобы классический репертуар был. Но, опять-таки, задача такая, ну, соразмерности с ним, понимаете? Сбалансироваться. Да, соразмерности. Можно два слова? Да, конечно. Я добавлю, в нашем театре Северного флота идёт не всё как это у Масленица Островского уже много лет. И я вам хочу сказать, я там играю Ахова, и зрителей становится с каждым годом всё больше и больше. Вот я обратил внимание. У нас на не всё как у Масленица, но аншлаги, постоянные аншлаги. Несмотря на то, что спектакль идёт далеко не один год. Да, мало того, ко мне недавно подошла одна барышня и сказала, спасибо вам большое. Что вы поставили Островского в классическом стиле. И вот такой вот... Ну, это самое сложное, поставить в классическом стиле, чтобы при этом было живо. Да, да. Чтобы не было на Сталина. Этим искусством обладал Фоменко тоже. Да. Волки, овцы, Фоменко – это такой шедевр. Шедевр. Да, да. Поэтому это самое сложное – сохранить классику и до этой классики дотянуться, оживить, наполнить собой. Но вообще в любом деле всё упирается в качество личности. Ну, никуда не денешься. Мы своей личностью работаем, говорим. И вот, конечно, в этом смысле, когда Станиславский говорил «Работа актёра над собой», это имелось в виду не только технология. Это имелось в виду прежде всего это вот создание личностного объёма. И мне кажется, фестиваль как раз и нужен для того, чтобы вот этот личностный объём и артистов, и режиссёров, которые есть в Мурманске, и любителей, которые любят театр, чтобы этот личностный художественный объём всё время возрастал, понимаете? Вот это вот, ради этого всё делается. А тогда уже будет понятно, что ты хочешь сказать публике. Публика ведомая. Несмотря на то, что у нас существовала концепция, что у нас произошла сейчас революция зрителя, но это отдельная тема, у меня тоже лекция есть на тему эмансипации зрителя в современном театре. А вот тем не менее, понимаете, зритель всё равно ведом. Но я была не раз в таких ситуациях, когда зритель во время спектакля вдруг становится не просто случайный публик, а становится народом. Вот такой эффект был на прошлом фестивале «Голоса истории», когда Сергей Старостин и Татьяна Бондаренко. Сергей Старостин – знаменитый с мировыми именами мультимузыкант, фольклорист и Татьяна Бондаренко – артистка, которая великолепна. Но они, кстати, «Северные сказы», у них театр «Северные сказы», и я вообще бы советовала их пригласить в Мурманск, потому что когда они читали Пинежского Пушкина Бориса Шергина, публика стала на моих глазах народом. Это было просто вот какое-то общее дыхание, понимаете? И слезы от этого Пинежского Пушкина. И я, критик, выходила вся в слеза в конце. Благодарите вообще за спектакль. Спасибо. Я вас благодарю за эфир. Конечно, времени, как всегда, не хватает. И я надеюсь, что мы обязательно встретимся еще, когда у нас будет второй международный этап фестиваля «Арктическая сцена». Благодарю за эфир. И до следующих встреч. Спасибо вам. Всем счастья театрального на этом фестивале. Субтитры сделал DimaTorzok